В регионе частично отключена сеть аналогового телевещания и предоставлена возможность смотреть отечественные каналы в более высоком качестве сети цифрового вещания. Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большому количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦТВ обеспечивает высокое качество изображений и звука. В эпоху стремительно развивающихся технологий аналоговый сигнал уходит в прошлое. Поэтому специалисты намерены до 2025 года поэтапно перевести телевизионное вещание на цифровую систему. На сегодня через 17 радио- и телестанции на цифровую платформу перешли 30 телеканалов в областном центре. Для жителей 174 отдаленных местностей бесплатно транслируются 15 телеканалов с высоким качеством. При этом эксперты отмечают, что в некоторых районах региона до сих пор сохранилось аналоговое вещание. К 2025 году будет подключено 13 станций с охватом 80 кругов. В области работают 30 станций с включением в цифровую систему 15 программ. Планируется, что аналоговое вещание будет полностью остановлено в 2025 году. Для подключения к цифровому телевидению необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровый стандарт вещания DWB-T2. Абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизор не поддерживает стандарт DWB-T2, то нужно приобрести приемник цифрового сигнала. 31 августа в Казлардинской области частично отключили аналоговое вещание. Стоит отметить, параметры последнего телевизора, выпущенного в 2013 году, соответствуют стандарту. Для моделей телевизоров старого поколения необходимо подключить приставку и запустить автонастройку. С целью завершения реализации проекта по переходу на цифровое эфирное телевизорение на сегодняшний день в эксплуатации введено 546 радиотелевизионных станций. Таким образом, удалось обеспечить гарантированный доступ к цифровому телевидению 91% населения. Самад Баймаханов, Елдос Асан, Айбих Кажобай, Аслан Музарапулы, телеканал Казларда.